С детства у меня особое отношение к школе, потому что у меня мама, бабушка, тети, педагоги. И в детстве очень много проводила времени вместе с ними на работе. И поэтому школа для меня особое родное место. С ним связано многое, говорит Амина Тимурзиева, выпускница школы номер 12 имени Чкалова. Школа стала вторым домом. До конца я вообще еще не представляю, что я закончила школу, что уже как бы не приду сюда в почти ученицы. Но с этим местом у меня связаны самые теплые и лучшие воспоминания и старшей школы, и средней школы. Потому что тут у меня появились настоящие друзья и учителя, наставники. Здесь мечты воплотились в реальность благодаря стараниям самой Амины и, конечно, работе педагогов. Когда пришло время итоговой аттестации, девушка была уверена в своих силах и знаниях. Она долго, усердно готовилась к экзаменам и результат оправдал ожидания. Все школьные предметы сданы с успехом, а русский язык и вовсе на все сто. Я шла к этой цели целый год и прикладывала много усилий для этого. И вот само осознание того, что у меня получилось, это вот прям было очень радостно. Поддержка близких очень помогала. Конечно, были какие-то моменты, когда там уже уставала, хотелось там опустить руки, что-то не получалось, и вот близкие всегда как-то вот могли найти нужные слова, поддержки, чтобы вернуть уверенность в себе. Сама старалась настраивать себя на какое-то такое спокойствие, чтобы на самом экзамене лишнее волнение и стресс не сыграли самую злую шутку, не помешали как бы набрать высокий балл. По словам Амины, экзамены это не страшно, если к ним готовиться. Я вообще шла на экзамен с ощущением того, что это какой-то пробник, наверное, очередной. Я очень благодарна своей учительнице по русскому языку и литературе Надежде Александровне Толдоновой, потому что начиная с 10 класса она готовила нас очень сильно и упорно, и она сделала, мне кажется, все для того, чтобы мы набрали высокие баллы. Помимо меня, мои одноклассники на 90 сдали, занимаясь только вот в школе. И какие-то вот элективные курсы бесплатно у нас в школе всегда проходили, не только по русскому, а по остальным предметам тоже. Амина – личность разносторонняя. В ее расписании всегда находилось время не только для школьных предметов, но и для творческой деятельности, а именно вокала. А вот выбор будущей профессии пал на экономику и управление. Именно в этой сфере девушка и планирует развиваться теперь, когда школьные годы позади, а дальше новый, важный жизненный этап – учеба в УЗИ. На самом деле очень странно, что сегодня мы с вами снимаем интервью, а в школе пусто, никого нет, нет вечно бегущих детей. И несмотря на это, все равно ощущается энергетика вот этой вот яркой, интересной жизни школьной. И хочется сюда возвращаться почаще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!